Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, какие подарки я привезу своим друзьям и родственникам в России во время моей следующей поездки, скорой поездки в Россию. Вот, значит, я отправляюсь в Россию 16 февраля и пробуду там почти две недели. За это время я побуду немножечко в Москве, чтобы увидеться со своими друзьями, коллегами, учениками. Потом отправлюсь уже дальше, чтобы встретиться со своими родными, с мамой, папой, дедушками, бабушками. Вот, итак, перейдем к подаркам. Я буду их показывать в рандомном порядке, потому что они мне пока сложены все на диван и аккуратно не упакованы. Вот, значит, я начну с книг. Это подарки моему папе. Эти книги я уже прочитала. Все книги, написанные моим любимым в данный момент автором Дмитрием Глуховским, это книги «Сумерки», тексты и рассказы о родине. Еще у меня есть одна книга, которая называется «Будущее», но она мне настолько понравилась, что я ее, наверное, буду перечитывать еще много раз и никому никогда не отдам. Вот, эти книги мне понравились немного меньше. Они в жанре такой фантастики, как раз то, что мой папа и мой дедушка любят, так что я им привезу эти книги. Вот, это подарок номер один. Дальше. Маме я купила вот такую вот штуку, называется «Фей Тефлон». Это как просто тефлоновый лист, он не твердый, чтобы вы не подумали, как сковородка тефлоновая, просто как, ну он как толщиной, наверное, тоньше, чем бумага. И он используется для выпечки. Вот здесь нарисовано, он кладется на противень и на него уже, или вот прям форму для выпечки, и на него уже выкладывается либо тесто, либо просто сама выпечка на противень. И к нему ничего никогда вообще не прилипает, его не надо смазывать ни маслом, ни жиром, ни вообще ничем угодно. И его очень-очень легко в итоге мыть, так что это просто, для меня это было просто находкой. Если кто-то где-то когда-то увидит вот такой вот тефлоновый лист, называется, для выпечки, обязательно его покупайте. Стоит он недорого, здесь он стоит, по-моему, где-то 3 евро. Здесь написано, его можно использовать до тысячи раз, так что это просто шикарная вещь. Подумайте, сколько можно сэкономить на бумаге для выпечки, которую еще приходится отдирать от ваших творений. Вот, это мои мамы. Так, что мы дальше видим? Вот, то, что я не знала, куда пристроить тушь и карандаш для губ от Ив Роше, я их отвезу своей коллеге Кате, Екатерине Николаевне. Потому что я все думала долго, у кого волосы светлые, кому может подойти коричневая тушь, и вот я нашла этого человека. Так что, Кате отправляются вот эти вот два подарочка. Так, смотрим дальше. Что у нас дальше есть? Так, своей подруге, университетской Тамаре, точнее ее малышу, маленькому ребеночку, я купила две вот таких вот маечки. Одна вон, что написано, Оскар Вайнах, это с лисичкой, она такая, на камере она у меня сейчас смотрится красная, на самом деле она рыженькая такая, как лиса, очень забавная, милая кофточка. И вторая еще кофточка, вот такая вот синяя, с, так, наклейку сейчас, этикетку уберу, с акулками. Вон, такие классные, веселые акулки, у всех написаны имена. Вот, например, вот это вот написано Jean-Élysée, и звучит это как Jean-Élysée, что означает Елисейские поля, то есть тут такая прикольная игра слов. Моя подруга Тамара, она учитель французского языка, так же, как и я. Но, так что, я думаю, ей это очень понравится, ее малышу тоже это очень понравится. Также еще для Тома я купила, точнее, для ее малыша я купила вот такую вот тучку, такое облачко. Значит, это игрушка, вот написано, бастой для ванны. Ее погружаешь, здесь у нас инструкция есть, ее нужно погрузить под воду, в нее наберется водичка, и сверху, здесь вот дырочку, ее нужно зажать пальцем. Потом вытащить из-под воды эту тучку, и когда палец сверху не убираешь, из нее начинает идти дождик. Вот, там внизу находятся мелкие дырочки. Так что, мне кажется, для маленького ребенка это вообще будет просто супер. Так что, вот такие у нас подарки для Тамары. Так, что мы смотрим дальше? Так, моему другу Виктору за гостеприимство я привезу две бутылки вина. Одно вино красное, одно вино белое. И что, я сейчас только что вернула из магазина, где я купила вот эти две бутылки, и что я поняла? Я поняла то, что о вине я не знаю вообще ничего. Ничего. Потому что ты приходишь в этот ряд с винами, там вин, ну, я не знаю, ну, минимум, наверное, тысячи-две, наверное, видов. Вот две тысячи вот всяких вот бутылок с какими-то рисунками, с какими-то шато непонятными. И причем вот здесь на бутылке написано слово Бордо, вот, сорт вина. Так написано на бутылках не на всех. На них, может быть, написано там шато такой, то есть как замок такой, или там, я не знаю, где было выращено это вино. А какой сам этот вид вина? Ну, а как вот это вот надо знать? Я не понимаю. В общем, у меня через какое-то время начала болеть голова. Я увидела слово Бордо, подумала, что сойдет. Вообще, все французские вина, они не сладкие, они, как, скорее кислые. Вот, сахара в них мало по сравнению с нашими крымскими винами. Это я могу назвать там два-три любимых своих сорта крымского вина, потому что я их знаю. А в французские какие я там знаю, не знаю. Это какие любимые, какие нелюбимые, это очень сложный вопрос. Значит, вот Бордо, и вот здесь какое-то белое вино, какое-то он из Гасконии написано. Так, а какой это именно вид вина? Савиньон. Вот, написано, что Савиньон. Такое Савиньон мне понравилось бутылкой, я думаю, что вино должно быть хорошее. Вот мне из французских вин мне даже нравятся больше белые, потому что они сладкие. Я почему-то не люблю вот кислые вина, не по мне. Так, продвигаемся дальше. Что у нас тут еще есть из подарочка? Опять маме по ее заказу вот такой вот капучино с ванилькой. Она мне сказала, что нигде его купить найти не может, так что я ей его привезу. Если у меня, конечно, его не вытащат из ручной клади в самолете, так как я не знаю, это считается как банка, в которой можно перевезти жидкость или нет. Вот. Если мне разрешат его провести, то маме привезу этот капучино. Вот, вообще, непонятно, сделали доброе дело, снизили, мол, цены на билеты, так что билеты теперь стоят столько же, сколько и раньше, но в них не входит багаж. Если вы хотите взять чемодан, там 20 килограмм большой, извольте заплатить еще 2-3 тысячи рублей сверху. Вот так вот мы вам снизили цены за билеты. Спасибо вам большое. Так, ладно, не будем возмущаться, поехали дальше с подарками. Опять, внимание, подарок. Это миндаль в шоколаде. Очень вкусные, очень вкусные такие конфетки, они покрыты натуральным шоколадом и посыпаны какао сверху. Вот они, и вот эту пачку, 25 грамм, ее можно съесть на одном дыхании, потому что они просто супер, очень вкусные. Вот. Так, поехали дальше. Так, так как я собираюсь пойти в школу к своим детям, я им тоже хочу привезти вкусняшек. Значит, я купила 3 пакета конфет. Первый из них называется Тед Брюле, что означает «Горящая голова». Это чем-то напоминает кислород. Вот я не знаю, кто знает конфеты, были во времена моего детства, такие они кислые внутри с начинкой. Вот это вот типа того, они очень кислые сверху. И вот мальчикам, я знаю, моим старшеклассникам нравились в том году, они даже приносили меня угощами. Так что я вот им привезу большой такой пакет, пускай делятся. Здесь разный вкус. Вот клубника, потом что это? А, значит, малина почему-то синего цвета, не знаю, яблочко зеленое, лимон и кола. Вот такой большой пакет, чтобы на всех хватило. Так, дальше. Это еще не все. Для тех, кому не по вкусу суперкислые конфеты, я взяла вот такие мини-чупа-чупсы. Почему я взяла мини, так как у меня такая идея, так же, как и в прошлый раз, чтобы у детей была возможность, чтобы они оставили эти, запрятали, в общем, где-то эти конфеты в кабинете. И во время перемены могли прийти, так, тут дорогу ремонтируют, так что я прошу прощения за звук. Вот, чтобы они могли прийти нам на перемене и взять или после урока съесть маленькую конфету. Вот, они совсем маленькие, можно сравнить с размером моего пальца, но они маленькие. И для, может быть, моих маленьких детей, если я их увиду в субботу, вот такие вот конфеты-карамбар. Значит, это просто такие длинные палочки, вот это, как тут видно. Вот они, такие карамбары, популярные здесь конфеты, они просто жевательные конфеты. Даже не знаю, как их описать. Жевательные конфеты вот вуфхуи со вкусом фруктов. Здесь у нас тоже есть клубника, апельсин, малина и лимон. Это для тех, кто помладше, потому что, я не знаю, младшим, наверное, не стоит давать конфеты, которые сильно кислые. Так, смотрим, что у нас есть дальше. Вот, это тоже для моей семьи. Вот такие вот печенья под названием Speculose. Здесь они тоже очень популярны. Вообще, вот эта вот марка L.U., они производят очень хорошее печенье, вообще всех разных видов. Но вот это вот было для меня открытием. Вот эти вот Speculose печеньки, они с корицей, и их обычно так просто не едят. С ними можно приготовить что-то, например, десерт какой-нибудь, типа тирамисо, использовать его вместо печенья с авоярди. Получается очень оригинальный вкус. Вот, так что привезу на пробу такие конфетки. Далее, вот тоже своему ученику, единственному моему ученику, поздравившему меня с Новым годом, и который вообще мне пишет, периодически спрашивает, как у меня дела. Вот, он у меня в Инстаграме увидел, как бы, пост, в котором я показывала, что мы нашли в биомагазине такую вот необычную еду. Вот такие вот, как это называется, червячки, специально выращенные для еды. И сказал, что ему бы очень-очень хотелось это попробовать когда-нибудь в своей жизни. Так что вот. Как бы, они стоят всего ничего, но порадовать человека, который интересуется моей жизнью, спрашивает, как у меня дела периодически, это тоже очень приятно. Так что, Никите, большое спасибо. Вот здесь еще такая наклейка, ее можно было взять тоже в магазине. Записано, что инсект, символ, как я символическое насекомое. И вот такая вот книжечка, в которой можно почитать про... виды того, чего можно купить. И вообще, как это все, как выращивать. Вот здесь нам говорят, что... А, там еще кузнечик есть. Вот, можно купить еще кузнечиков. И здесь вот записан у нас состав кузнечиков, что наш организм получает, если мы их съедим. Вот такой вот маленький подарочек. Так, что дальше еще? Вот такой вот паштет из трюфелей. Это тоже я купила в биомагазине. Так, не фокусируется что-то у меня камера. Вот, значит, здесь он выполнен, приготовлен на основе сои, на основе сыра тофу и с добавлением 1% вот этих самых дорогих трюфелей. Так что, это тоже для моей мамы, так как она все интересуется трюфелями. Трюфели вот так просто в супермаркет, так понимаю, не пойдешь и не купишь. А все то, что есть с добавлением трюфелей, я маме привезу. Вот, еще я забыла сейчас взять. В холодильнике лежит вот такая где-то 125 грамм баночка фуа-гры. Нам ее подарил свекор наш на Новый год. Сказал, типа, вот вам откроете в новогоднюю ночь. Мы так ее в итоге и не съели. Филипп не любит. Мне одной это будет очень много. Так что я ее тоже отвезу своим родителям, чтобы они попробовали. Это у них в тот раз во Франции были. Попробовали, сказали, что за гадость. Но на самом деле это очень неплохая вещь. Ну и еще я в аэропорту в Дьюти Фрида куплю сыр. Потому что в тот раз я маме пыталась привезти сыр, но в гостинице не было холодильника. Так что мне пришлось сыр отдать своему другу Лиде, чтобы он не пропал. А так в этот раз у меня будет возможность спрятать сыр в холодильник. Так что в этот раз я его все-таки довезу. Так, давайте посмотрим, есть ли у меня что-то еще в сумке. Осталось ли? Нет, вот, наверное, на этом, значит, и все. Все. Вот такие у нас были подарки. И я очень надеюсь, что они всем понравятся. И есть интерфейерный момент, когда я всем буду это все вручать. Вот. Надеюсь, вам это видео понравилось. Спасибо за внимание. И до скорой встречи. Пока-пока.